здравствуйте 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 сегодня 26 мая 2016 года канала подготовка программ плохие новости и вячеслав мальс со мной в студии сергей и валерий у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 527 дней то есть до 5 ноября семнадцатого года от осталось 527 дней вот сегодня день российского предпринимательства так что поздравляем всех предпринимателей и путин поздравил предпринимателей знаешь как он поздравил вот какие могут быть подарки предпринимателем от путина налоги сократил нет это вот это представление о мире этого человека это его система ценностей его системы координат как вы думаете что может предложить предпринимателям в своей системе координат путин включите мозг вот чем может приводить меньшие сроки в тюрьме вот он что может им предложить это его представление о жизни это его система ценностей то есть на подарок такой на день предпринимательства будете сидеть меньше представляешь то есть вот он предложил смягчить уголовную ответственность для бизнеса это а лучший показатель какой бизнес в россии это опрос студентов вы представляете опросили российских студентов и как вы считаете думаете что они считают какую лучшую работу чиновники в госсекторе то есть лучшая самая работа это в госсекторе а еще в рекламе представляешь то есть это вот как обычно молодые люди хотят трудиться заниматься свободным трудом они подневольным да ну там в крайнем случае в армии служить быть там космонавтом я не знаю летчиком и так далее то есть должна быть какая-то романтика а какая романтика в работе в госсекторе ну и хотя бы там стремится быть билл гейтсом и так далее воровская романтика какая-то она не в них непонятная романтика да там вот удивительно этот к вопросу о предпринимательстве да нам вопросы присылали как относитесь к владимиру высоцкому как считаете какие у него были бы отношения с действующей властью на владимир семёнович очень хорошо отношусь я к сожалению его лично не знал да вот такая такая вещь интересная то есть я как-то не попал на концерт высоцкого о чем сожалею и тогда подумал ну ладно не попал когда-нибудь еще попаду и уже больше никогда не попал потому что через полгода он скончался вот ну много я знал людей которые близко знали высоцкого и вообще его творчество очень нравится я считаю одним из лучших поэтов двадцатого века ну каким отношением было бы с властью но он свободный человек был с любой властью у нее были бы плохие отношения с властью путина я думаю совершенно ужасный но я не думаю что он выжил бы из ума до такой степени как сейчас выжили из ума многие приличные люди чтобы в засос со всякими тварями целоваться и самим в общем то быть они лучшими да вот пишет высоцкий был честным да вячеслав вы обращали внимание что путин при выступлении на камеру часто смотрят в потолок у него там песков с подсказками приклеен не знаю ну нужно тут эриксоновской этой системы просчитывать мне всегда лень там куда глаза там придумывает вспоминает и так далее даже по мимике очень легко кто в этом разбирается мне всегда лень был в этом разбираться я как-то вот чувствовал всегда душой поэтому врет мне человек или говорит правду и мне вот этот как-то не нужно никогда было поэтому ну кто-то из специалистов я думаю что разобрался как относитесь к зюганову ну сложные отношения во-первых зюганов и кпрф приватизировали коммунистическую идею и и это было бы неплохо если бы они доводили ее до конца представляешь то есть вот мне странно человек который теоретический в общем-то марксизм и ленинизм знает очень хорошо но мы же не можем отрицать того что зюганов неплохой теоретик марксизм и ленинизм да ну тогда вот понимаешь как в том анекдоте про девушку когда где-то у тебя попа есть а сиски есть а почему не носишь вот так и здесь а почему не пользуешься тогда ну ты у тебя коммунистическая партия ну а а кпрф не коммунистическая партия только называется коммунистической как ленин говорил во первых счетку и кому ну марксизм да то есть марксистская партия кпрф называется марксистской партии правильно а ленин говорил что марксизм заключается в трех словах уничтожение частной собственности кпрф призывает частную собственность уничтожить нет ну а где тогда этот марксизм коммунизм и так далее может быть только одни названия это я могу и дальше загибать пальцы доказывает что кому кпрф не марксистская партия но я не хочу понимать вот из тех людей которые там импонировали мне ну шандыбин был такой рабочий шандыбин он действительно был коммунистом человек жил там в хрущобин там в пятиэтажке вот и он так и помер там так его и вынесли из него из нее а кстати а в думу в другой созыв его уже не взяли ну это вот особенность такая поэтому я у меня очень сложные отношения я ты знаешь если бы я не коммунист но если бы жил владимир ильич как бы он назвал кпрф и всех руководителей ренегаты бы он назвал ренегаты это однозначно я могу вот в любом суде доказать что они ренегаты относительно или марксизма ленинизм так что что будет с трудоустройством после окончания института после 5 11 17 что будет с трудоустройством после окончания института после 5 11 17 буху будет вам по крайней мере какое-то количество рабочих мест гораздо большее чем сейчас то есть трудоустройство будет нормально и просили поздравляем нашего слушателей сторонника леннарда из шведского города упсала от всей души поздравляю привет швеции да и вот очень часто нас спрашивают несколько эфиров назад мы об этом говорили что нужно сделать именно сейчас для приближения нашей ожидаемой даты скажем так и вот я сказал что нужно переставать быть наивными вот нам опять пишет в чате вячеслав насколько нам нужна именно революция в знак вопроса ведь нам нужна просто сменяемость власти да конечно если вы попросите позвоните завтра путину и согласится уйти забрать с собой в том числе медведева шувалова володина зюганова жириновского если вы им позвоните он скажет да мы сейчас все собирают берем котомочку и нахер отсюда вот уходим в синайскую пустыню разбиваем там скит и будем там жить монастырем и молиться пока все не передохнем ну ради бога я согласен не вопрос тогда не нужна никакая революция тогда я еще буду в ноги кланяться ведь спасибо что вы такие молодцы и приняли единственное верное решение только все оставьте что украли все нормально будет вот тут я написали чё-то куда-то она убежала что в двенадцатые там чё-то я с грищенко где-то чё-то воровал я не знаю олег работал насколько мне известно на гпз я возглавлял аллегра и был депутатом областной думы заместителем председателя думы по рабочим делам мы не пересекались вообще никаких финансовых дел у меня с гпз не было ни разу вообще ни одного я никогда не охранял гпз никогда вообще ни одного я дружил с есть им олега с михалычем очень дружил и в общем то он мне помогал будучи депутатом областной думы у нас не было финансового дела никогда поэтому я чисто теоретически даже даже не мог там что-то воровать я если честно говоря воровал ну наверно я много наворовал да так что-то у меня не больно сильно где-то что-то есть я говорю почему я никогда в жизни не зацикливался на деньги и на все эти дела я же знал что мне придется вас вести на 5 11 17 на революцию не очень не хотел во что-нибудь влезть и замараться так даже вот пример с гпз когда в двенадцать девятом году здесь были выборы в госдуму то олег и вся его команда поддерживали этого аркашу и вставь его я с ним был оппонентом я шел по этому же округу и как они все были за и вставь его а я был за мальцева так что такие вот дела письмо из зарианского района дошло до адресация даже адресата в томске спустя 40 лет забавно конечно ситуация представляешь мальчик который на год моложе меня такой вот паренек отправил письмо будучи десятилетним в семьдесят пятом году когда был как раз 30-летие победы я помню как отмечали самый роскошный праздник им 30-летие победы когда еще все участники почти были живы когда они им было столько лет сколько мне сейчас то есть роскошный праздник просто великолепный больше я никогда ничего подобного в жизни не видел и к сожалению увижу а может к счастью а вот этот мальчик он написал сестре 15-летней и попросил у нее циркуль но циркуль вот он может получить 40 лет спустя представляешь такой даже не снилось и дюма 40 лет спустя почта хорошо работает и подтверждает многие вот проверка роскомнадзора была контрольное письмо запустили 12 марта 2014 года пришло оно к адресату 22 мая 16 года лучше поздно чем никогда то есть через два года два месяца и одну неделю ну что вернее 10 дней на вот молодцы все-таки дошло письмо что нашел лоб ну почта чё и сейчас причем там собираются на базе почты вернее не собираются уже сделали банк делать и счет это вот вот все будет вот такое же вы же понимаете наши штатные конспирологи не дремлет и пишет что циркуль это сионский масонский символ безусловно поэтому он так долго шел проверяли все это время проверяли думали о чем речь то о чем же речь якунин предложил арестовать на 15 суток гонщиков на гелендваген я кунин сразу отреагировал лишь информационный мир только развиваться начала они уже так сад то есть якунин уже не хочет быть крайним я имею ввиду якунин который начальник ментов московских и он кричит надо всех сажать а тут судьи уже не только судьи посадили уже на 15 суток какого-то абдувахоба маджидова вот это абдувахоба маджидов в общем сказал что он был за рулем был он там за рулем не был за рулем фиг его знать точку его посадили он все признал сказал я виноват я козел меня товарищи спровоцировали и так далее и в общем уже получил он там свои сутки да и я так понимаю очень хотят это дело побыстрее замять что все забыли побыстрее всего порог наказан сицин вице-президент лукойла публично извинился за недопустимые гонки с полицейскими сказал что они были абсолютно праве права не выполняли свой долг и вообще все очень хорошо и и все бы это был ничего представляешь если вот в эти дни как раз в саратове вот в частности я так понимаю сегодня радаев сообщил что счастье великое 160 новых рабочих мест в саратове потому что лукойл на базе своего оргсинтеза причем это написали что это будет какая-то французская фирма к нахрен французская фирма обычный лукойл в обычном оргсинтезе города саратова будет производить ну акриламид который является пожароопасным взрывоопасным токсичным поражает нервную систему печень почки и так далее и это там же где уже производится цианид натрия представишь если там будет пожар то есть весь город погибнет от волны цианистого водорода причем еще вот с токсичным акриламидом который поражает почки и печень то есть просто жесть 160 а когда цианид натрия обещали начать производить ну и начали правда я конечно гадость тогда вот надо я смог сделать гадость да сейчас не могу нифига стали тогда они год и 7 месяцев не могли запустить производство они хотели в деревянном бараке запустить и у них прибыль они расчетной было 1 миллион долларов в день по производству цианид натрия вот один год и 7 месяцев они не могли они сделали бетонные сооружения все как положено противопожарные дела сделали все такие положено получили все бумажки о промбезопасности прошли полностью экспертизу которым три раза не подписывали так далее тогда я был зампредом думал вот этот вот чё ты делал вот чё я сделал вот сарат мог бы уж давно сдохнуть тогда я не дал это сделал чтобы сдох сарат потому что если бы деревянный барак загорелся он обязательно загорелся у них уже 7 пожаров было в этом бетонном сооружении но она бетонная но не горит блин а был деревянный если я не вмешал так бы в деревянным был загорелась бану они в день только тогда 15 он производили а сколько сейчас производят я не знаю гораздо больше вот в суд жил когда-то под 300 тысяч китайцев погибло тогда хватило 27 тонн чтобы убить столько народу семьдесят девятом году вот сейчас они еще акрилами производить молодцы радаев молодец и это молодцы а для чего мы травимся вот этой херней а чтобы вот этот опёздал гонял на своем геленфлагене чтобы этим жилось классно вот этим лукойловцам там путинцам виланчилистам всей ты мрази чтобы жилось классно они сделают все что угодно они города целый погубит и вот к этому же вопросу суд объявил обязал лукойл рекультивировать 43 амбара с нефтяными отходами в коме так они не хотели свою говно вывозить представляешь коме то есть их судом заставили это сделать если кто-то слушает вот их по басенке там по поводу того что они там за экологию борется какой нахер они экологию борются о чем вы говорите они за денежные знаки борются вот этот вот мудак который там на геленфагене носился борец за экологию что и папа его борец за экологию вы чё кто это говорит у вас мозги есть или нет вся арктика этим лукойлом и подобными ему засрана любого кто у них работает спросите вот идет дорога справа слева на 200 метров все в говне в этом все закона сливают все чего можно и нельзя и никому дел нет и все это нам оставить нашим внукам оставить детям внукам правнуков вот эти лукойловцы они сгинут они не могут здесь быть вечными вот эти на гелендвагене будут гонять совсем в другом месте там рожь пилить будут там по полной программе поверьте мне но вот это уже ничего не исправишь больше полутысячи затонувших судов остаются водоемах волжского бассейна да этот к вопросу экологии вчера в казани там рассматривался вопрос о подъеме судов из волги и что вот 1427 подняли а 560 не подняли 1427 знаете какие подняли которые по берегу лежат вода отошла и их можно прямо на берегу разрезать и знаешь как их подняли кто их поднял в основном в основном те которые металлом занимаются разрезали сдали металлом а эти все галочку поставили еще деньги на это списали а а вот 500 с лишним находится под водой так вот я скажу то что они не знают не 560 еще 206 штук это затоплены с времен сталинградской битвой вы возьмите документы в министерстве обороны умники посмотрите 206 штук еще лежит все места известны кстати на некоторых из них эвакуировали различные ценности из сталинграда почему никто не поднимает вот вопрос к черным копателям ну там аккуратно на там на некоторых можно перепутать того есть места вот чуть ниже комочных где там они рядом лежат и там и снаряды в одном да а в другом ценности какие-то чтобы не туда не залезть как-то я посмотрел никто особо сильно и и не пытается чем там найти вытащить тут люди самолеты находят и чё только в саратове много у нас затопленных судов нормальное количество во время сталинградской битвы очень много потопили но тут если так же самый страшный случай это была боржа с саперами вот они похоронены на увеке на том кладбище где все мои родственники там памятник чаш я не знаю туда давно не заезжал вот именно там где памятник у меня там нет никого у меня с другой стороны когда участковым я там был лишь постоянно терся на этом кладбище смотрел что безобразие не было тогда он приличный было сейчас говорят стал разваливаться но не знаю может и развалился на кстати съездить проверить вот там 27 июля 42 года 27 могу соврать стал забывать в общем в июле 42 года переправлялись они на борже на ту сторону и как раз ее 87 разбомбил и они затонули и вот им памятник хоронили на увеке там памятника а баржа до сих пор там так и лежит баржа и и буксир которую тяну так что такие дела вице-премьер правительства россии купил себе роллс-ройс фэнтом да и вот и пишут и вам хорошего настроения это я так понимаю на сайте навального написали но в общем то и вам и вам не хворать конечно да но вот меня не сильно конечно заедает вот навальный нашел вот такой роллс-ройс потому что он нарушил правила дорожного движения оказалось что это роллс-ройс шувалову принадлежит а еще ему такая вот дачка принадлежит шувалову такая причем я так понимаю что гораздо больше как 10 наверно роллс-ройсов стоит вот и все вроде казалось бы нормально да ну честный человек шувалов и там все вообще они такие такие честные люди что а у меня вспоминается до анекдот помнишь про хаджу на средину к хаджа на средину пришел в мечеть молится себе так вот там ну как-то с богом общается хорошо ему все и какой-то мужик рядом пристроиться и тоже молится молится вдруг как пернет весь кайф ему обломил вот такой ну нифига себе а то что-то активно там туфлей что-то шаркает там говорит слышу я конечно понимаю что это туфля шаркнула на откуда такая вонь я конечно понимаю что шувалов честный человек медведев честный человек путин честнейший человек но откуда у столько вот этого откуда они всю жизнь там на госслужбах были 5 откуда и все такие вот случайно у кого наследство у кого че откуда такая вонь объясните мне оттуда откуда и виланчили из наших карманов из наших карманов все это украдено это украдено у мамаш у детей у инвалидов вот у кого это все украдено за это надо карать самым безжалостным образом мечети бестуфлив ну да это я знаю что бестуфлив но я рассказываю как вот в анекдоте анекдот так рассказывается я не знаю почему я сам обращал внимание потому что вроде я знаю что разуваются российского чиновника уволили из-за песни шнура из-за песни шнура это не за песня из-за клипа конечно то есть чиновник вот этот виктор конно в санкт-петербурге который был глава комитет по туризму сказал что в общем поблагодарил шнурова за песню в клипе там мента выкидывают с набережной в реку но в общем то как то себя так другой мент боится и так далее в общем то хорошо показано определенные вещи такие которые могут случиться 5 11 кто-то не будет правильно понимать вот и конечно этого человека катапультировали потому что как же так как ведь нельзя не может же государственный чиновник быть вот таким ну ладно председатель следственного комитета россии принял участие в работе международной конференции замечательный председатель следственного комитета россии бастрыкин его фамилия выступил с докладом тему доклада это просто это просто это оксюмарон это государственная идеология национальная идея конституция российской федерации слышь бастрыкин я тебе напоминаю статья 13 конституции вот даже я не буду цитировать чем там наговорил у тебя есть там эти цитаты да ты там можешь процитировать мне даже прям противно я говорю вот он говорит он говорил о том что нужно там такая государственная идеология и так далее там вот она должна конституционно быть закреплена статья 13 в российской федерации признаётся идеологическое многообразие никакая идеологии не может быть уста не может устанавливаться качестве государства или обязательной в российской федерации признается политическое многообразие партийность общественные объединения равны перед законом все общественные и партии единая россия и там партия хренов с горы магнитные они равны перед законом понимаете а вот тут так запрещается создание деятельность общественных объединений ну и так далее и вот так что идеология тут в общем то не может быть какая-то конкретной государственный или общеобязательный а вот бастрыкина может в его понимании ну что ж бывает такое у нас руководитель следственного комитета загадочная русская душа да еще там интересно не только название докладывать этого бастрыкина да но еще интересно где он это произнес произнес это на научной конференции которая называется преступление и наказание грех и искупление искупление да 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 мы говорили об этом что грех и искупление прям вообще что-то какой-то во временах институте сюда вот куда-то туда ушел ну ладно по официальным данным площадь лесных пожаров сибири на дальнем востоке превышает 85 тысяч гектаров по мнению независимых экологов масштабы пожара значительно занижены в гринпис россии считают что площадь горячей территории в этих регионах превышает миллион гектаров ну это понятно что превышает миллион гектаров тут может даже вообще не сомневаться причем я больше скажу что половину даже они не знают где горит в прошлые разы они значу использовали для того чтобы установить площадь 3 лесных пожаров космические системы они фотографировали из космоса и могли обнаружить лесные пожары то есть земля настолько обильно столько там такие территории что когда горит они даже и не знают но а то что знает скрывает это совершенно однозначно потому что это же проблема канады в лесные пожары тут-то все нормально тут-то не может быть при путине чем может быть плохого то житель балакова попался с поличным на краже рельсов очень интересная вещь конечно такой вот раньше злоумышленный был чеховский такой пришел гаечку отвернул грузил сделал рыбку ловит и так далее а сейчас мне сейчас он хорош такой злоумышленный кота работник я понимаю муниципальной организации он взял все оборудование ключи и всякие газорезки и так далее в центре балакова стал железную дорогу разбирать причем системно так чтобы ничего не попортить все так и случайно его задержали никто бы никто бы не подумал ну как подъехали у нее все есть там курточка все работать на реставрацию как в том фильме помню что реки разбойник картина на реставрацию рельсы на реставрацию работу и все тут вот случайно пальм поймали сразу вспоминать тот случай когда воровали цветные металлы и украли в энгельсе несколько километров ночью за за ночь несколько километров проводов троллейбуса и люди утром вышли на остановку у меня девчонки работали они там жили и они такие вышли вдвоем стоят ждут вдруг машинка как подъезжать битчо вы ждете дуры как что троллейбуса посмотрите вверх проводов нет троллейбус не может приехать и такой тоже был в то время случай когда резать начали линии высоковольтные электропередач мы это еще увидим сейчас мы сейчас с этим столкнемся вот под напряжением то есть кто-то что-то отключала кто-то уши и не отключал и парень залез там в каком-то невероятном резиновом костюме да там перчатка с ножовкой стал отпиливать провод и как-то вот он так вроде ничего не ничем не касался все было заизолировано но извиняюсь вот коснулся столба членом и произошел разряд и все он целый и а член ему отстрелила и вот его привезли в больницу и такой вот он оказался кастрированный таким образом поэтому когда будет провода воровать если кто-то этим занимается имейте ввиду что можно остаться без членов житель орло в ска области отправился на 9 месяцев а национальная идея революция это бред для рабочих крестьян национальные день не может быть революции и революция не может быть национальной идее кто Saying что это бред для рабочих крестьян революция механизм для чего не для чего но прежде всего для конечно устранение антинародной власти вот для чего что такое революция это кардинальное изменение в окружающей мире политической системе в чем угодно быстро кардинальные жители русской области отправиться на 9 месяцев колонию строгого режима за то что решил прокатиться домой на полицейской машине это очень жесткая совершенно ситуация просто представляешь пьяный человек 22 мая ну может еще там не совсем пьяный может еще и еще чё-то принял в деревне какой-то звонит ментам говорит меня там ранили убили приезжайте окажется он просто хотел домой доехать а у нее не было денег на такси приезжают менты которые что должны были сделать ну составить административный протокол наказать его как положено потому что это административное правонарушение и все что сделали менты возбудили дело по статье 306 заведомо ложный донос основное условие по этой статье это то что ты предупрежден о заведомо ложном доносе то есть ты приходишь на кого-то писать заявление горшот у меня там украли триллиард прекрасно пиши заявление только там вот распишись что предупрежден по статье 306 а заведомо ложном доносе и так далее если ты наврал то тебя могут привлечь по 36 статьи если искал правда не могут но из тебя не предупреждали по 36 статьи то никто тебя по ней не может привлечь это истина но вот орловские судьи как тут мировые думают иначе я позвонил нашему адвокату спросил как же такое возможно я по может изменили закон ну потому что это явно квалификация какая-то дурацкая тут не может быть этого преступления я цитирую что он не сказал про мировых судей он сказал там мировые судьи бывшие доярки за такие деньги готовы у черта хрен сосать это цитата вот и поэтому они любое решение примут совершенно спокойно вот эти бывшие доярки или кто они там но бред конечно человеку дали 9 месяцев до как там сколько строгого режима до одну 9 месяцев строгого режима вероятно он был судимый до этого поэтому и строгого режима 9 месяцев реально в тюрьму за административные правонарушения не просто охерели эти люди там уже все просто как вот этот хороший плакат мне нравится ты записался добровольцем помощь на красноармеец а там слова меня это написано учет тут все совсем вот вот это вот очень мне нравится пришлют этот вот как раз вот этой судье над повесь мы ей в камере это повесим потому что она наверняка не только это сделала она там я думаю много чего вот в камере у нее тут будет красноармеец который будет каждый день ее спрашивать ты тут совсем но еще нужно понимать что в общем-то основа уголовного кодекса и административного кодекса создание какой-то опасности до опасно общественной опасности для человека для не тут абсолютно отсутствует общественно опасность влияние потому что это это не преступление и это административное правонарушение да поэтому здесь общественная опасность нулевая ну не нулевая ну да она мизерная то кого-то потревожили но выпендрился он за то что выпендрился должен заплатить штраф денежный там следующий раз подумает а вот теперь внимание вопрос вчерашние вот эти гонщики на гелендвагене в москве которые нарушали всевозможные правила дорожного движения там и на красный и через сплошные через все что угодно их оштрафовали на пять тысяч устроили за ними там голливудскую погоню они там замечательно транслировали но да но тем не менее вчера им пять тысяч выписали отпустили правильно хотя общественная опасность у них была намного больше там я не знаю несоизмеримо больше чем вот у этого пьяного дядечка который там кому-то позвонил потому что домой очень ему хотелось нет тут понимаешь еще ситуация такая вот этот пьяный дядечка для себя все все знает он ранее судимый он он взрослый человек и так далее он не думает что он бог за яйца держит а вот эти вот подонки они думают что они бога за яйца держит вот и в этом самая большая опасность общественная даже не в том что они так ездят они так живут вот в чем страх а у них есть определенные средства чтобы в жизни как бы действовать абсолютно без правил два года за кражу котенка грозит пенсионер из томска но тоже тоже колоссальная общественная опасность человек но я очень люблю кошек да вот у меня котик заболел я прям чуть очень его лечил 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 вот вроде выздоровел но тем не менее при старше вот он украл котенка написали что 3000 рублей почему потому что нужно им кражу был палочку по краже обычный кот написали 3000 рублей все сейчас оформляю чувака поедет в тюрьму бред я понимаю что хозяйка обиделась что пришел в гости украл кота ну по заслужил в дыню за это ну реально как 3000 рублей в тюрьму человек за то что он котенка не убил не съел украл просто он ему понравился мало того что какого-то чувака так это еще и пенсионер то есть видим у него какие-то просто душевные терзания может быть я не знаю ну вот вот мне почему-то кажется наоборот что подпитый бы кота никогда в жизни не взял потому что с ним как раз намного больше гима болтать над с кем-то домой пришел там у тебя код ну как по вашему чеху разговор пьяного человека с собакой ну а это с кошкой и вот замечательный вопрос замечательной своей парадоксальностью почему же при мальцеве развалили саратовский авиазавод а мальцев кто был губернатор или может быть директор авиазавода я хочу спросить у автора этого вопроса при мальцев саратский авиазавод у его начали разваливать при ельцине конечно при вернее начали его при горбачеве разваливать а закончили при путь и мальцев к сожалению ничем не мог воспрепятствовать этого и по крайней мере я от этого точно никаких кусков не отщипнул ничего там как бы руку свою я к этому не прикладывал а препятствовать пытался этому поскольку имел определенную связь с авиазаводом тем что я там летал по крайней мере на як-52 сахара аэродрома авиазавода летал вот тот як-52 на котором я летал сейчас его хвост торчит в парке победы покрашенный черный цвет и символизирует собой немецкий самолет потому что я купал поэтому вы скажете тоже мальцев виноват ну нет не виноват самолеты падают жительница кузбасса обогатилась за счет материнского капитала ну да видишь какая страшная жительница у нее трое детишек вот ей 320 тысяч выписали она могла использовать их на улучшение жилищных условий образования детей формирование накопительной пенсии матери или для реабилитации детей инвалидов то есть для увеличения количества виланчели у путина она решил как-то иначе там попыталась обналичить потому что деньги нужны здесь и сейчас мать троих детей вот теперь ее там будет за то что она там как-то смаркетанила схитрила какая и требует вернуть эти 320 тысяч где же она их возьмет ставишь какой ужас вот если бы мать троих детей жила в германии даже двоих детей то ей бы оплачивали квартиру она бы нигде не работала ей бы оплачивали лечение детей обучение и так далее коммунная она бы счастлива жила в швеции тоже самое а если бы она была мать троих детей то вообще у меня знакомые да там мама двоих детей а там еще на эти деньги и папу содержит так что все нормально все в порядке вот а здесь нет здесь вот она путину должна получить маткапитал и передать его на виланчели а так ее в тюрягу собираются московская школьница выпала из окна 16 этажа после последнего звонка но последний звонок это в чем мы вчера говорили много всяких неприятностей и и я думаю что такие вещи можно отмониторить предсказывать и контролировать и как бы предвосхищать события профилактические мероприятия проводить но некогда люди другими делами занимаются вот кто-нибудь антисуицидными какие-то профилактические мероприятия проводят сейчас в россии сейчас огромное количество самоубийств нет никаких таких мероприятий кто-нибудь какую-то профилактику несчастных случаев может быть какую-то проводит нет не проводит и так далее как же нету вчера мизулина предлагала там с 10 лет детей сажать за призыв к суициду и так далее сумасшедшая бабка что ты скажешь школьницу на урале избили за то что ее родители не сдали деньги на выпускной четвероклассники избили представляешь свою одноклассницу то есть четвертом классе дети думают о деньгах кто сдал кто не сдал такой маразм это ужасно я вот когда вы школе учились в наше время вот совок сейчас хают там безумно мы никогда не думали в четвертом классе про какие-то деньги какие-то у кого они есть у кого их нет тогда все нормально а сейчас это очень важный вопрос с вообще с детского сада с яслей уже в москве задержана женщина пытавшейся продать чужого ребенка за 120 тысяч рублей я понимаю так что у нее этого ребенка родители оставили два месяца был у нее потом она решила его продать но естественно я думаю как решила я думаю что она вполне допускаю что даже она в полицию сходила и сказала что там вот ребенок куда девать ну то есть с кем-то она посоветовалась и тут же ей подослали шнырей которые сказали слышь старуха продай нам ребенка но им же нужна палочка вот ну и приняли ее все нормально ну как обычно а баба пишет звонит ну да наверное по царатовым отец довел шестилетнего сына до комы не кормив его три месяца мальцев защищает ссср а и ссср уже конечно я защищаю сср безусловно знаете хотя бы по какой причине причине того что я присягу принимал да там я клянусь не щадя своей крови и самой жизни встать на защиту своей родины союза советских социалистических республик я считаю себя солдатом ссср я принимал присягу никакой другой я не принимал и никакой другой я принимать не буду никогда поэтому конечно я защищаю ссср мальцев не читает мои сообщения каждому что именно твои друг мой вы не читаете да ладно лично твои что там дальше саратовым отец довел шестилетнего сына до комы не кормив его три месяца для зато вот здоровых детей из более-менее благополучных семей отбирают там мамаша работает на трех работах у нее отбирают детей потому что она не в состоянии за ними ухаживать она разрывается чтобы прокормить этих детишек до живет там под лестницей где-то у нее недостаточно хорошие жилищные условия не отбирают детей вместо того чтобы предоставить эти жилищные условия и чтобы она не работала занималась детьми платить деньги а там где вот ребенок голодает несколько месяцев этим друзьям пофигу они узнают только после того когда он попадает с комой второй степени попадает в реанимацию тогда они его мое представляете там он детей не кормит такой папаша а вы чем занимаетесь вы тут нафига сидите там астаховы всякие а я бы а чем астаховы заниматься ему в судью надо играть по телевизору но играй в суде по телевизору иди играть чуть и дети эти дались сиди целый день играй в эти бирюльки вице-мэр великого новгорода задержались за расстранение детской порнографии блин вот такого я еще не слышал честно я помню когда впервые услышал что задержали прокурора за кражу я был потрясен что не за взятку там не за какие-то злоупотребления не за растрату там и так далее а за кражу так и здесь меня потрясает что какой-то человек будучи вице-мэром задержан за то что с октября 14 по март 16 с помощью мобильного телефона разместил 28 под видеоролик который по результатам исследований признан порнографическими но надо смотреть что это такое я понимаю что у большинства представителей власти там не в голове не в штанах ничего нормального нет как у климова да в имя в имя его легион что это легионеры такие типичные да вот то есть выродки но в данном случае я ничего не могу сказать может это и подстава откуда мы знаем ну вот его за то что он что-то где-то разместил надо посмотреть чуть такое нижнем ног городе голый мужчина с криками я бог откусил нас девушки да я сразу вспоминаю подъезд свой где на первом этаже у лифта было написано падлы я вас убью я ваш бог а это тут какой-то голый мужчина бегал по нижнему новгороду с шприцом в пенисе в своем подкнут был у него шприц там веселая картина да и свою бывшую жену он обнаружил в машине с ее нынешним другом по подбежал и в общем туда как-то ворвался разбил фару потом ворвался машину и откусил нос савченко зле и мальцева пишет ну еще бы я думаю что если я два года тюреки просидел даже не представлять какое злой был я в связи с этим очень уважаю ходорковского который десяточку так отмотал и такой толстовец да прям я не представляю какой бы наверное 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 сатана был в этим как ее так сказать покемоном да в сравнении со мной субъект 10 пришлось бы оттянуть просто не представляю что было бы так что вы не сравниваете нижегородка убила мужа кинув шоу в нее нож она оказалась быстрее и кунг-фу лучше вот как 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 это не парадоксально он метнул в нее нож она это нож взяла его заколола то есть ее кунг-фу лучше вот классический вот когда я читаю такие сообщения я понимаю что мир стоит на ногах ну все как всегда да он она пьянка какая-то там какие-то разборки схватили нож ну 9 из 10 преступлений такие должны быть такие потому что так устроен человек не хорошо он устроен там можно сказать что это неправильно и так далее но когда вот то что мы читали до этого происходит то волосы на голове шевелятся подчас я иногда какую-то новость читаю и и не верю что такое вообще нет я понимаю что это правда но у меня душа моя не верит нет такого не может быть это вообще какая-то чушь я нет бывает 5 боевиков связано запрещенной в российской федерации террористической группировкой извини тут слова вас мвд прессует а у нас мвд договоренность они не прессуют меня а я не прессую и это кроме шут ну как-то они попробовали несколько лет назад вот сколько пять лет назад что-то из-за того очень плохо все получилось так плохо что до сих пор наверно те люди которые этим занимались они как нами ночью вспоминают и кричат мама мама просыпаюсь больше не хотят это все потому что мальцев агент кремля и мосада и госдепа одновременно такой тройной агент пятеро боевиков связанных с игилл на нейтрализованы в ангюшетии силами спецназов фсб мвд сообщил национальный антитеррористический комитет где ну то есть иными словами пятерых замочили ну как но был ли покойный матросов да это неизвестно помню что-то анекдот когда здесь абрам самуэльч рабинович похоронен он там на втором еврейском кладбище это могила неизвестного матроса здесь похоронен абрам самуэльч рабинович почему же он неизвестный матрос когда известно что это рабинович это что это рабинович известно но попокойный рабинович известно но неизвестно был покойный матросов тотский здесь покойный были ли они в игил это одному богу теперь известно cigume этого потому что ну их убили и как бы в свою защиту а ничего сказать не могут Не, я вполне допускаю, что они из ИГИЛ, прямо из Сирии приехали, но я также допускаю, что они ни сном, ни духом, ни про какой ИГИЛ их шлепнули, а потом думают, ну вот шлепнули, а что мы теперь скажем-то? Ну что мы скажем? Скажем, что из ИГИЛ они. Вот мне всегда интересны фильмы всякие ужаские, да, когда там борются с этими сверхвольфами всякими, с оборотнями, бух, оборотни, убили серебряной пулемой, он упал, умер и превратился в человека. И вот мне всегда интересовало вопрос, вот прокурор, приезжай ты и говорит, так, ребят, а что тут случилось? Это что это вы его тут шарахнули, этого дяденька? А он оборотчик. Да, оба, надо же, вот так и здесь, понимаешь, что сейчас есть хорошая отмазка, сейчас скажут, да он из ИГИЛ, у него как раз серебряные пули. Из батальона ИГИЛ имени Степана Бандеры, подвластное лично этому Баракову. Ну да. Верховный суд Чеченской Республики вынес обвинительный приговор гражданам Украины Николаю Крпику и Станиславу Клыху. Их признали виновными в участии в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов против российских военнослужащих в 1990-х годах. Какую политику будете проводить с Грузией? Добрососедскую, безусловно. Добрососедскую. Ты знаешь, вот, все что угодно. Я вполне могу поверить там, что они где-то воевали там в Чечне, такие они злодеи, вот все. Прям, я не читал уголовного дела. Но меня смущает несколько вещей. Меня смущают предыдущие дела по гражданам Украины, те, которые проводились по Крыму, по Савченко. Вот дело очень смущает. То есть там для меня все ясно, здесь я по делу ничего не знаю. Знаю я по этому делу только одно. Что мы знаем по этому делу? Что это граждане Украины. Что подельником там снайпер Яценюк. Вот что мы знаем по этому делу. Поэтому это херня полная. Понимаешь? Вот только по одному этому, можно сказать, это фигня. Понимаешь? Вот полная фигня. Полнейшая. То есть доверие ноль вот такому уголовному делу. Когда там прокукарекал Бастрыкин, что там еще вот с этими ребятами был Яциниюк. А еще там кто с ними был. Поэтому очень это вот настолько шито белыми нитками все, что даже вот сюда это просачивается. Вот это вонь. Понимаешь? Вот как из того анекдота, да? США признали, что Россия выполнила важную часть Минских соглашений. Да. Важная часть соглашений это выдача Савченко. Освобождение Савченко. Я так понимаю, что Путин очень рассчитывает, что за это какие-то санкции там отменят. Еще что-то. Ну, в общем-то, там какие-то условия будут, да? Посмотрим. Спрашивают вот нас соратники. Прошу прощения, что перебил. Спрашивают соратники, в каких городах будет голосование по праймерис? Мы сегодня не сказали. Скажем? Ну, в конце, скажем, хорошо. И вот пишет Яценюк, ботаник. Ну, об этом мы и говорим, что это смешно. Само заявление о том, что Яценюк был там снайпером, оно дискредитирует вообще все. То есть, оно показывает несостоятельность всего того, что там произошло в этом процессе. Фарс это, фарс. Причем такой, вот, самого низкого пошиба. Омбудсмен заявил, что Украина отказалась забирать своих граждан, сидящих в тюрьмах Крыма. Да, вот. Странная ситуация, да? Вот. Все они, как Сенцов, в том числе, стали гражданами России. Ну, они же в соответствии с указом Путина до 18 апреля 2014 года должны были написать заявление о том, что они не хотят быть гражданами России. А раз они такое заявление и написали, значит, они стали гражданами России. Так с какой стати их должна забирать Украина? Ну, вопрос такой, ну. То есть, я так понимаю, у них двойные такие стандарты. То есть, Сенцов, это свое, да, как помнишь, тот генерал Екатерине объяснял, да, чем пушки отличаются от единорогов. Это Апраксин, и кто ей там объяснял, говорит, единороги, матушка, это свое, а пушки, это свое. А он говорит, ну, вот если бы вы меня не объяснили, я бы не поняла. Так вот и здесь, если бы они не объяснили, чем Сенцов от этих отличается, я бы не понял. Но я, правда, и не понял, нифига. Они, правда, и не объяснили. Они пытаются объяснить. Делегация ООН досрочно покинула Украину из-за отказа в доступе к СИЗО и СБУ. Да, вот видишь, странная совершенно ситуация. Ну, не странная, конечно, я так понимаю, поскольку там и в СБУ, и в МВД, я так понимаю, многие направления, прямо скажем, приватизированы, да, как, в общем-то, и везде в бывшем Совке. Ну, кроме, может быть, Прибалтики. Ну, Украина могла бы, конечно, это подчистить очень. Вот я надеюсь, что Савченко примет участие в том, чтобы вот это вот все почистить, чтобы там... Почему, я так понимаю, куда-то там не пускают эксперт в ООН? Ну, не потому, что там вот как какой-то злой умысел и так далее, а потому что там есть другие вещи, кроме закона, которыми руководствуются люди. Там команды Авакова или еще кого-то. Вот дали команду, тогда будут делать, не дали, значит, не будут делать. Это совершенно неправильно. Поэтому нужно, конечно, расставаться со всеми старыми начальниками. Время новых начальников, безусловно. Вот надо министром МВД ставить Савченко, и все будет нормально. А вакуум, пожать руку, сказать, все хорошо, хорошее. Я очень рекомендую Порошенко так и сделать. На Украине мужчина с ножом напал на жену Турчинова. Видишь, вот тут написали, что приехала с Донецкой области целенаправленно. Причем я очень сильно сомневаюсь, что он целенаправленно. А не, ну мог приехать целенаправленно, если у него какая-то беда с головой, но, как-то странно, напал на жену с ножом, никто не пострадал. Странное дело. Суд арестовал на два месяца уроженца Украины, обвиняемого в жестоком убийстве пожилой женщины и ее сына, а также тяжелом ранении четырехлетнего ребенка, сообщает четверг прокуратура Воронежской области. Это то, о чем мы говорили. То есть, когда выгодно, это гражданин Украины, когда выгодно, это уроженец Краснодона, Луганской области, бравый боец, там, ДНР, ЛНР и так далее. Ну, как мы вчера и предполагали. Представляешь, это товарищ, который там что-то лиходеял, в Луганской области, а потом приехал, забухал в Воронежской области, встретил какого-то товарища, с которым познакомился, побухал с ним, решил у него там пожить, а потом прибил этого товарища, прибил его мать престарелую и ударил топором по голове ребенка, слава Богу, а потом начал его душить. Тот потерял сознание, он решил, что умер ребенок. Вот ребенок остался, слава Богу, жив. Поэтому товарищ и бежал в Луганскую область, как мы и предполагали, а не туда, на Украину, там, ни в Харьковскую, ни в Сумскую. В результате взрыва на химзаводе в Индии пострадали более 120 человек. Классика, химзавод Индия, Хапал, да, там, Union Carbite. Сереж мне сказал сегодня, говорит, там в Индии, в завод химзавод взорвался, три человека пострадали, я говорю, вранье. Если, говорю, пишут трое, значит, как минимум 300. Ну вот, пока написали, сразу залазим, там уже 120 цифра. Ну, пока 120, я думаю, что она еще прибавится, когда еще подсчитают, ну, Индия, что там, людей много. Два истребителя столкнулись в Северной Каролине. Ну, я так понимаю, F-18, скорее всего, мы говорили уже сегодня, об этом вот, общались, выполняли, наверное, патрульный, учебный какой-нибудь патрульный полет, зашли в облачность и друг друга цепанули. Ну, потому что оба живы остались, а это обычно тогда, когда друг на друга наехали, в общем-то, не на больших скоростях, то есть в попутном направлении. Если бы на встречных курсах или на пересекающихся столкнулись в Северной Каролине, то я думаю, что там не было бы выживших, потому что там скорости какие-то. Трамп получил достаточно голосов для делегатов, для выдвижения в президенты. Да, все очень сильно возмутились. Тут Стивен Кинг возмутился. Еще 400 авторов различных американских подписали онлайн-письмо за его обращение к минизменным и наиболее сильным элементам общества. Вообще это чушь. Ну, и, в общем-то, Стивен Кинг и все остальные понимают, что обращаться-то можно к чему угодно, и к низменным, и к самым каким угодно, так сказать, этажам общества. Самое главное, что у Трампа отсутствует система взглядов. У него нет системы взглядов. У него какие-то вот вырванные какие-то отрывки из обрывков. Ему 70 лет, и у него нет системы взглядов. Это как? Это очень опасно. Это очень опасно, потому что вдруг он, ну, и их завтра, может, все свои взгляды поменять. Вот я для себя записал тут так на полях. Я написал интересную вещь. Вдруг она дала пищу для ума. Я подумал, почему же Трамп так действует? Ну, он же умный человек. И что же, почему? У него что никогда не было системы взглядов. Я понимаю, что она у него была. Но в результате выборов она начала ломаться. Он общается с избирателем. Он пытается подстроиться. Получается, что все ломается. И вот я такое написал. Трамп интуитивно чувствует, что нужна новая идеология. Но у него не хватает проницательности и теоретических знаний, чтобы стать ее автором. Сейчас мы из опыта прошлого и прошлых теорий, из своих шагов в настоящем и из предчувствия будущего формируем новую систему взглядов, идеологию на ближайшие 300 лет. Мы сейчас идеологию на ближайшие 300 лет формируем. И Бастрыкин это тоже чувствует. Ну, мозгов нет у него нифига. Они говорят про идеологию. И они же тоже это чувствуют. Они же здесь живут. Они в общей, в этой, так сказать, в этом муравейнике, в этом пчелином рои. Мы все живем в одном вот этом. Человейнике, как Эдик его называет. И здесь информа общая какая-то. Да, и вот она требует новой идеологии. И сейчас мы ее формируем, эту идеологию. Трамп типичный Путин. Да нет, побойтесь Бога. Какой же это Путин? Это человек, который на два порядка выше Путина, безусловно. И это чувствуется абсолютно спокойно. И избиратели США это понимают и чувствуют. Парламент Швеции разрешил размещать войска на территории страны. О, молодец. Вот это Путин. Вот, вот, что он добился. И я написал, Вова, еще чуть-чуть поднажми, и Швеция вступит в НАТО. Ну, такое ощущение, что действительно договаривались, чтобы, как я два, наверное, года назад сказал, может, больше первый раз, потом повторяю, что у меня спрашивают, что Вова делает, я говорю, Вова кирзовыми сапогами загоняет Швецию в НАТО. Вот, что он делает. Вот, пожалуйста. Надо, причем, слова найти, вот, к этой новости очень, очень она хорошо. И то это не в НАТО. Это они разрешили на своей территории, там, войска НАТО. Какие войска? Там, на аэродромы садиться они разрешили. Еще, Готланд они не отдали, об этом в будущем еще будут говорить, когда войска НАТО скажут, дайте нам базу на Готланде, как центральная база в Балтийском море, как стратегический центр, в общем-то. И если Вова поднажмет, то отдадут Готланд под базу. Россия прекратила авианалеты на союзников ИГИЛ. Почему Россия прекратила? Не из-за того, что вот они заявляют, что там не могут понять, где свои, где чужие. Так все смешалось в доме Аблонских. Нет. Не потому, что там Путин такой добряк и умница, да, как тот король из обыкновенного чуда, да. А потому, наверное, что ПЗРК появились, да. То есть там уже совершенно очевидно, что появились ПЗРК. А если Путин отдал ПЗРК курдам, то, а турки, ну не турки, я думаю, что турки попросят, саудитов или еще кого-то, сами не будут влазить, отдадут. Каким-то там вот этой Джипхат Анусари, там я не знаю кому, отдадут ПЗРК. И другой еще вариант, мы же понимаем, что на войне все общее, поэтому те ПЗРК, которые отдали курдам, они, конечно же, теперь в руках и ИГИЛ находятся в том числе. Это однозначно, то есть это несколько дней монополия. ПЗРК привезли, несколько дней монополия, там тоже есть свой прапорщик, который любит деньги и много других вещей, путей, благодаря которым ПЗРК попадут и к ИГИЛ, и Джипхат Анусари, и кому хочешь. И вот пишут, что используемая Россия авиабаза повреждена в результате атаки ИГИЛ. Ну, мы, кстати, предвосхищали это к 9 мая, что такое будет, если вы помните, помните, мы говорили, что к 9 мая там устроят рок-н-ролл, ну вот устроили к 14 мая, ну, в общем-то, близко к тому. США надеются, что новый лидер Талибана выступит за мир в Афганистане. Да, все-таки убили лидера Талибана, и они очень быстро собрались. Мы рассчитывали, что они в течение полгода там соберутся, ну, потому что, представляешь, их там собрать всех по горам, все эти пуштунские племена должны там спуститься, старейшины должны каких-то делегатов отправить, а тут они, наверное, пользуются скайпом, что ли, я не знаю, как-то, или какими-то этими мессенджерами, какими-то разом. И вот, потвитили там чуть-чуть, и выбрали нового там какого-то главного Талиба, Талибабу, так его, Талибабу выбрали. Вот Талибаба, про него уже столько всяких интересных вещей рассказали, что он и отказался переговоры с властями Афганистана вести. А он, я так понимаю, загуглил это где-то, посмотрел, скажет, вот это про меня болтают, и тут же ответил троллем, и ответил, что нет, что он продолжает вести переговоры, и что вообще все очень хорошо. Ну, посмотрим, что из этого будет. Ну, странно, я говорю, мобильность всего этого поражает. Очень это странно. Ну, технологии, что, куда деваться. Сунитские страны готовы наладить отношения с Израилем, заявил Тони Блэр. Ну, в общем-то, это классический вариант, так и должно было быть, раз Саудовская Аравия объявила себя главным другом Израиля, стратегическим партнером, безусловно, все остальные построятся, сунитские страны. И, безусловно, шиитские скажут, там, ну, я не знаю, ну, в общем, надо послушать, что скажет Иран, но я не думаю, что он что-то хорошее, кроме того, что, там, надо бомбить Израиль или еще какую-нибудь фигню, в общем-то. И в этой ситуации, ты понимаешь, что Путин уже сторону выбрал, да? То есть, и она прямо противоположна сунитским странам. Совершенно безумие. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху удивил всех, заявив на открытии нового музея еврейского народа и диаспора в Тель-Авиве, что у его семьи есть корни выходцев из Испании, так называемых сефардских евреев. Да, то есть, там все считали, что он из Литвы, его корни, да, вот его брат Ида прошел экспертизу, это анализ ДНК, и выяснили, что там в роду Сефард. Представляешь, очень интересную вещь сделал Нетаньяху, в общем, впереди планеты всей оказался. То есть, сейчас вот может так статься, что, может быть, кто-то из руководителей других стран будет добровольно делать ДНК, и можно будет понять, кто откуда. Да, это очень интересная вещь, понимаешь, кто есть кто. Поскольку, ну, это тема, тема крови, помнишь, как говорил, ну, мастер Маргарита, было сказано, что это вопросы крови самые сложные в этом мире. А видишь, вдруг все упростилось. Вопросы крови стали самые простые в этом мире при помощи ДНК, можно сказать. Кто произошел от сефардов, а кто от Святослава Игоревича. И, в общем, все вопросы ясны, да. Туристка из России утонула на пляже в Бат-Яме в первый день своего отпуска. Ужасная совершенно вещь, просто, конечно, чудовищная. Представляешь, туристка, не бомбой взорвали, ничего. Погибла на пляже, 12-летнюю дочь тоже унесло, ее вытащили, ну, в общем-то, обеих вытащили. И вот она сегодня только умерла через два дня. Представляешь, если в Израиле ее не смогли откачать, то ее, конечно, не смогли бы откачать нигде. Потому что медицина, наверное, самая сильная. И вот я знаю, к нашему удивлению, да, к нашему удивлению, мы посмотрели, сколько людей из Израиля нас смотрят. Это оказалось, если из России нас, ну, как-то поговорим об этом еще, да, оригинальных пользователях, уникальных, да, 1 миллион 200, сколько? По-моему, 300, что-то, 70. Нет, 270, что ли. Ну, мы потом точную цифру, вот, из Украины 570 тысяч, 560, я сейчас врать не буду. А из Израиля мы, в конце концов, нашли, вот. А из Израиля 12 тысяч нас смотрят. Причем из Израиля, наверное, самые старые люди смотрят. То есть это вот та категория, которая, ну, самая последняя, самые старые, то есть люди возраста пожилого. То есть, ну, я понимаю, так, это те, кто может говорить по-русски, и это рожденные в СССР. Да, поэтому у нас уникальная возможность обращаться к людям напрямую, раз мы знаем, сколько нас смотрят, там, из Америки 50 тысяч, да, и так далее. Вот обращаюсь к тем, кто живет в Израиле, потому что трагедия произошла из-за того, что на надписи непонятные были сделаны. Наши люди, вы же сами знаете, на английском не читают, к сожалению, на иврите тем более, да. Я знаю, что израильтяне люди умные, и поэтому я уверен, что найдут способ, ну, повесить какую-то такую табличку фактическую, чтобы любой, кто бы он ни был по национальности, посмотрел, сказал, так, здесь течение, здесь нельзя купаться. Я потому что, как ты рассказывал, что не буду пересказывать, помню, в 88-м году турбаза Малтакова в Поти, и вот мужика с бабой унесло в одну сторону, а девчонку в другую. Мужика с женщиной из Питера они, а это семья, целая семья, только приехали, сразу залезли в воду, их унесло. И спасатели, вот этого мужчину с женщиной поплыли спасать, а мы слышим, еще кто-то кричит, помогите, а мы и не видим. Ну, звонят, да ёо, там девчонку, и вот мы вдвоем с Анатолием ее спасли, и очень сложно это было сделать, надо сказать. И вот, поэтому я хочу сказать, что люди, которые только приехали, море не видели, они хотят сразу в море и поплыть. Вот надо, чтобы они понимали, что такие трагедии, из-за отсутствия табличек, чтобы они на понятном языке, да, чтобы они не происходили. Пишут нам в чате из Франции, похоже, я один смотрю, ничего потом не один. Мы назовем цифру, там полно народу, да. И вот я говорю, вот очень страшно, что ребенок умер. Вроде когда человек утонул, ну, это все понятно, так померла, так померла, да, вот утонула. А когда вроде вытащили, и живой, и, ну, там, в реанимации, ну, кажется, что все обойдется, вот такой облом, вот вообще очень. Я узнал, что там это произошло, прочитал и ждал, думаю, ну, выживет девочка или не выживет. Я всегда как личную трагедию переживаю, потому что вот, ну, очень хочется, а уже не перепрыгнешь. Нееврейская голландская семья надела звезду Давида в знак солидарности с евреями. Да, у меня, это вот, говорят, мы на еврейскую тему не говорим. Вот сегодня говорим, ради Бога. Да, есть повод, значит, недавно, недавно, кстати, с одним евреем обсуждал вопрос вот этих мигрантов и так далее. И вот, что по этому поводу я записал у себя, так сказать, на полях, он мне высказал такую теорию. Я так понимаю, что она сейчас в еврейском мире муссируется, что вот эта вот игра с мигрантами, что это делается специально для того, чтобы собрать рассеянный народ в Израиле. То есть, выдавливают евреев из Франции, Германии там и так далее. Ну, к этому по-разному можно относиться, но можно, как бы, относиться серьезно. Раз об этом говорят, значит, об этом думают. То есть, значит, кто-то вот такую идею выдвинул, высказал, раз она муссируется у самих евреев, что это делается специально, чтобы все приехали в Израиль, где говорят, все, привет, приезжайте, все хорошо, да. Поэтому, ну, не знаю, я вот для себя записал по этому поводу, потому что мнение у меня совершенно другое. Я записал, я думаю, что пришло время неконтролируемых процессов. Давление с разных сторон приводит к резким изменениям в мире, нарушающим все планы политиков, но вполне предсказуемым. Просто политические деятели в мире стали меньшими интеллектуалами и большими фантазерами. Вот так, ну, да, измельчали. Политические деятели первого уровня стали очень мелкими, к сожалению. И про мигрантов. Германия приняла закон о беженцах, ужесточающие условия их проживания. Да, видишь, теперь интересно, что в Германии происходит. Вот Ангела Меркель назвала важной вехой этот закон. Значит, будут предлагать 100 тысяч вакансий по трудоустройству, на 5 лет выдавать вид на жительство, а после 5 лет могут и не продлить. То есть, если раньше после 5 лет гражданство можно было получить, то сейчас совершенно не обязательно. Вот такие дела. У нас время. Да, вот в Саудской Аравии запретили селфи с котами и покемонов запретили. Вот такой ужас, представляете, тоже вот. Как там ты зачитывал, Сергей, про этих? Там какая-то у них... Коты тут вообще ни при чем. Проблема не в животных, а в изображении. Идолы противоречат законам истинной религии. Нельзя фотографироваться ни с собаками, ни с котами, ни с волками. И с покемонами нельзя. И причем там тоже достаточно интересно, кто принял, собственно, эту поправку, этот закон. Верховный комитет по научным исследованиям и религиозному праву. То есть, у них религия и наука уже официально в один комитет сведены. Нет, ну конечно, у них же официальная религия, конечно. Нет, тут вопросов нет, но я думаю, что, в общем-то, такими темпами... Я не удивлюсь, если через несколько месяцев в России примерно что-то типа того будет. Также в другом религиозном постановлении запрещается играть в настольные карточные игры по мультику «Покемон». В Фетве отмечается, что покемоны напрямую противоречат исламскому вероучению, а игры являются не только пустой тратой времени, но и содержат сионистские идеи, а также приучают к азарту. То есть, японские покемоны-сионисты. Ну ладно, пусть так. Вот. Сегодня я так понимаю, что Вову в 4 часа разбудили и кричали «Возрадуйся, Вова!», потому что в 4 часа утра марки «Бренднефть» превысила 50 долларов. Вову, наверное, раскачали в кровати, и он, усаживаясь на кровати, такой молодцеватый вид, принимая, наверное, сказал, «Ну я же говорил, что я всех переиграю». Ну нет, ну 50 ли сколько угодно, ну, во-первых, сильно больше не поднимется. Выше 60 все равно не поднимется, потому что 57 там такая магическая точка, мы об этом говорили. Вот. И я думаю, что спасения нет, Вов, нет спасения. Ну, по крайней мере, не в нефти оно, а может быть в религии, может быть в монастырь уйти, в Вове. Так, что-то еще. Сейчас посмотрим. Много новостей, которые стоило бы... А, ну вот, главная новость, конечно, Евгений Муров освобожден от должности директора ФСО. И туда, значит, поставлен его Вовин охранник, главный начальник президентской охраны. Как его зовут-то, Господи, Кочнев, да, да, Кочнев его зовут. Дмитрий Кочнев, про которого ничего равным счетом неизвестно. Когда он менял на посту, значит, вот Олега Клементьева, который до 13-го года возглавлял охрану президента, то про этого Кочнева ничего не знали. И сейчас про него ничего не знают. Ну, вот Навальный или кто-то раскопали про него, что у него там доход за 15-й год 61 миллион 400 с чем-то тысяч, а за 14-й год 27 миллионов 603 тысячи. Ну, тоже чувак любит деньги, видишь, они тоже... Откуда вонь вопрос? Откуда вонь? Так что, не знаю. Зачем, у меня спрашивают, зачем того, кто охранял президента, поставили главным ФСОшником? Что такое Федеральная служба охраны? Ну, прежде всего, это охрана всех. Вот этих вот уродов, они охраняют всех. То есть, теоретически, Вова может дать команду, чтобы в один прекрасный момент всех передушить. Ну, или тех, кого надо. И так далее. Но я бы не был столь категоричен. И надо думать, что все ФСОшники, как один, выполнят Вовину команду, какая бы она ни была. Они 150 раз подумают. И Вова, конечно, пытается поставить людей... ... ... ...